Тема нашей сегодняшней лекции это поведение брома при атаке его молекулами хрома. Это в простонародье известно как закон Майкельсона Шварца. Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским ученым, но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем. Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян. До того, как он был расстрелян, он был помещен в Волга-Балт. И тогда в одном из писем, писем из лагеря своей жене, он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь. Яма, наполненная бромом, может хлорироваться только четырьмя молекулами углерода. Теоретически это может выглядеть так. Представьте себе молекулу углекислого плюмбума. Молекула ведет себя при атаке атома приблизительно так. Она направляется в сторону атома. Атом ведет себя пассивно. Он не воспринимает воздействия энергетических потоков сознания на молекулу и старается воспротивиться восприятию луча со стороны неземной коры. Кора отдает снизу. И когда молекула начинает вращаться, мы берем хлорированный бром и смешиваем его с плюмбумом 4С2H. Посмотрите, что происходит. Вы видите? Видите? И он был потрясен тоже. Ничего подобного ни один человек еще не видел. И этот закон назывался законом Майкельсона, потому что Сварц был забыт. Дело в том, что при стремлении А группе Л вторых, практически А равно нулю. Ноль здесь выступает как Игрек. Причем Игрек со знаком отрицательного служения возможности возникновения энергии при стремлении к бесконечности. Есть и бесконечность. Сменить на семерку. Но тогда посмотрите, как ведет себя хром. Сейчас я вам покажу. Обратите внимание. Хром. Вот видите, хром. Хром при возможности возникновения его в промежуточном состоянии, он начинает выделять энергетику, равную нулю. Посмотрите. Вот так вот выглядит схема возникновения нуля. Вот. Идет бром. Начинает хлорироваться. При хлорировании происходит резкое сужение. То есть он начинает сужаться, сужаться и как бы опускается. Вот представьте себе, как ведет себя бром. Вот хлор. Когда он начинает бомбардироваться атоми радиа, он начинает сворачиваться и как бы собирать в себя энергию. Энергия происходит только благодаря тому, что возможность ее выброса назад, обратно в окружающую среду, может быть очень резкой и внезапной. Толчком. Вот так. Приблизительно происходит выброс энергии хлористого кальция к брому. Но бром не может быть обозначен точной, совершенно континуальной средой. Он имеет совершенно конкретную структуру. Я покажу вам модель молекулы брома, преклорированные его атомом плюмбума. Посмотрите. Вот так выглядит бром в неподвижном состоянии. Достаточно ему вступить в реакцию с синхронным кальцием. Посмотрите, что происходит. Видите? Резкое изменение цвета. Резкое. Но это еще как бы промежуточная ступень. Так вот, я хочу вам рассказать о том, что... Пусть атом полежит здесь пока. Майкельсон, человек незаурядного ума, лучший друг Лобожевского, дал приказ, чтобы Шварц был уничтожен. Шварц был уничтожен. По-моему, расчленен. Но с Менделеевым тогда, уже тогда возникли разногласия. Менделеев настаивал, что 64-й элемент, вот он, видите, ГД, так называемый элемент ГД. Он вошел в историю науки под названием ГД, сокращенно от ГОД, Бог. То есть божественный элемент. Он имеет 64-ю плотность. Посмотрите, в чем была ошибка. Фау-1, обозначим его как Y. У них было приравнено практически к Фау-0, что было совершенно ярчайшей ошибкой, потому что Фау-0 должно стремиться к нулю. Наша лаборатория была первой лабораторией, которая смогла дезинфицировать 0 при стремлении в их бесконечность.